Блогер Андрей Соколов критикует схемы Самарского муниципального ремонта дорог. Это улица Красноармейская. Ее ремонт один из ярких примеров самарского благоустройства и освоения бюджетных средств. Здесь быстренько сняли слой дорожного асфальта и поставили бордюры. В итоге дорога просела, стала на уровень ниже, а тротуар оказался выше бордюрного камня. Так работать нельзя. Первая причина этого безобразия не столько в подрядчиках, сколько в управлении. Причин подобного бардака несколько. Аукционы на благоустройство формируются большими лотами. В связи с чем предприниматели просто не могут в них участвовать. Победитель, как правило, сам не работает. Его задача снять сливки и найти субподрядчиков на остатки денег. На работу берут тех, кто готов работать за копейки. Размер генподрядных 30% никак не ограничивается. Качеством никто не управляет. Чиновники ни за что отвечать не хотят и все убытки списывают на субподрядчиков, пишет Соколов. Блогер Алексей Авдечев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. Основал его на собственном участке бывший главный энергетик Самара-метростроя Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет. Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в 1961 году. Это была этикетка от болгарского коньяка «Солнечный берег». Когда началась перестройка, пошли бутылки. Друзья и знакомые знали об увлечении Василия и привозили ему бутылки со всего мира. Некоторые из них выглядят очень древними. Похоже, что сохранились со времен царской России, пишет Авдечев. Продолжение следует...